Как оценить заявления сопредседателей МГОБСЕ? Новости Армения представляют мнение политологов. Сопредседатели МГОБСЕ на днях распространили заявления в связи с готовящейся встречей премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ссылаясь на некоторые противоречивые недавние публичные заявления по существу процесса урегулирования в формате Минской группы, сопредседатели подтверждают, что справедливое и стабильное урегулирование должно основываться на основных принципах Хельсинкского заключительного акта, включая, в частности, неприменение силы или угрозы силы, территориальную целостность и право народов на самоопределение. В него также должны быть включены дополнительные элементы, предложенные президентами стран-сопредседателей в 2009-2012 годах, в том числе, возвращение территорий, окружающих Нагорный Карабах, под контроль Азербайджана, временный статус Нагорного Карабаха, обеспечивающий гарантии безопасности и самоуправления, Коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом, отмечено в заявлении. В нем также подчеркнуто, что будущее определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха возможно посредством юридически обязательного волеизъявления народа. Также закреплено право всех внутренне перемещенных лиц и беженцев вернуться на свои прежние места проживания, а также международные гарантии безопасности, которые будут включать миротворческую операцию. Позже МИД Армении прокомментировал заявление сопредседателей. Во внешнеполитическом ведомстве заявили о том, что Армения всегда озвучивала свою приверженность исключительно мирному регулированию конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, считая основными своими приоритетами безопасность и статус Арцаха. Заявление сопредседателей вызвало волну обсуждений в армянском обществе, как среде населения, так и в экспертном сообществе. Чтобы разобраться в нюансах заявления, агентство новости Армения обратилось к армянским экспертам, которые представили анализ не только данного документа, но и свое видение динамики и состояния переговорного процесса за последние месяцы. Эксперт по вопросам Азербайджана Тарона Ваннисян отметил, что в заявлении Минской группы ОБСЕ есть одна большая проблема, оно не персонифицировано, в нем не отмечены конкретные адреса от этих или иных пунктов заявления, смена формата переговоров, угроза применения силы, ред. То, что сопредседатели не делают адресных заявлений, всегда приводит к отрицательным последствиям. Там, в частности, отмечено, что сопредседатели призывают стороны воздержаться от воинственных заявлений. Однако, мы можем констатировать, что подобные заявления, максималистский подход свойственен именно Азербайджану, отметила Ваннисян. Эксперт также подчеркнул, что армянская сторона, в отличие от официального Баку, всегда была конструктивной и открытой для диалога. Как известно, Баку отказался даже от реализации так называемых «мадридских принципов». В подобных условиях становится очевидно, что Азербайджан не готов к миру. Более того, его воинственные заявления зачастую бывают направлены на то, чтобы заранее предрешить исход переговорного процесса, отметил он, подчеркнув, что в данном контексте от сопредседателей требуется больше конкретики в своих заявлениях. В свою очередь, руководитель армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров отметил, что данное заявление следует рассматривать в качестве обращения к обеим сторонам, а также к мировому сообществу по поводу того, как сегодня сопредседатели видят переговорный процесс, его возможное продолжение и задачи. Указывается на принципы, которые могут стать основой для урегулирования конфликта. Важно также отметить, что каждый заявленный пункт – это не просто предложение. За ним стоят часы переговоров касательно того, как каждая из сторон видит решение конфликта. Причем, даже здесь становится очевидной противоречие, которую имеется у сторон переговорного процесса, заявил Маркаров. По его словам, из заявления видно, что минская группа не видит возможности изменения переговорного формата без предварительного согласования всех вовлеченных сторон. Начиная с мая 2018 года премьер-министр Никол Пашинян многократно заявлял о том, что за стол переговоров должен вернуться официальности Панакерт. Это был месседж армянской стороне, но был сигнал и официальному Баку, в котором сопредседатели в очередной раз призывали отказаться не только от применения силы, но и от угроз применения силы, отметил Маркаров. При этом политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян считает, что целью данного заявления и процесса подготовки встречи на высшем уровне является реанимация или перезапуск работы минской группы ОБСЕ. Реально минская группа была в значительной степени заморожена. Сейчас же делаются шаги в направлении восстановления активной работы группы, заявил политолог. Что касается той части заявления, где говорится о невозможности изменения переговорного формата без согласия всех сторон, то это, по его словам, могло быть направлено и официальному Еревану, и официальному Баку. Однако, очевидно, что данная часть заявления касается и того, что Азербайджан явно дал понять, что он не будет соглашаться на участие в переговорах Степана Керта. Но они на это не соглашаются уже четверть века, а переговоры при этом продолжаются, отметил директор Института Кавказа. Он подчеркнул, что сегодня важно перезапустить процесс переговоров, и именно для этого и нужна встреча первых лиц, в преддверии которой и было сделано указанное заявление. Продолжение следует...